Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Мегакул, мы продолжаем контрол. Отдел пространственных исследований. Диопроектор. Вот уже прямо перед носом. В него осталось просто зайти и узнать правду. Полярис называется наша миссия, что может говорить о многом. Отдел пространственных исследований. ОПИ. Жалобы на уборщик. Уборщика не трогай. Помятка о песке. И второй миллиард записок. Нам дают сохраниться. Здесь не просто так чувствуется мне. Могу ли я что-нибудь построить? Могу, но... Зачем? И мы это видели. Да, но... Здесь все было не так. Насколько высоко? Достаточно высоко, чтобы залезть. Полярис? Рядом, но на другой стороне. Мне кажется, хреновая идея что-то вообще выпускать из вот другого измерения. Даже если это Полярис. Она могла все это время, типа, действовать в свою пользу. Пользуясь Джейси для того, чтобы в конечном итоге оказаться здесь. И чтобы она ее выпустила. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Так, ну, здесь используется проектор. Это мне понадобится, когда я его сюда, видимо, притащу, и опять... Что ты с ним делал? У нас нет звук, как будто ты был deaf, и радиосы не работают. Коррекция – резонанс из неизвестной точки, в частности, в зависимости от фрекции аудитории. Он действует в непредсказуемых способах, вызывая логи передачи, которые могут вытащить вас. Тренч говорит, что он услышал что-то еще. Это сделало его уши сломать. У нас не обнаружили свидетельство о том, что в основном, что в основном резонансе. И это вообще не дает ответа на вопрос. Твою мать, где проектор? Лаборатория. Не знаю, мы же его отнесли на исследование, я понять просто не могу. Постоянно его куда-то перемещают, а теперь, когда он нужен... Ну вот его испытание. Сохранение гидрона. Так, пароль надо взломать. И все, да? И тут больше ничего нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это полярис. Это Полярис. Вот мне не совсем нравится вот эта идея. А, класс. Я... Я успел. Я не могу. 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 быстрее это последний третий вроде был polaris свободно но а нет стоп там еще есть да и немало весело весело здесь очень сразу куда она постоянно вот день я не контролирую попадания по этим противником конкретному конкретный вид противников которые просто только так если скорее всего последний сифон они будут активироваться еще со временем понятно это уже вижу ну почему я не долетаю такая то кстати проблема потому что я наверно могу долететь привет народ твою мать и это конечно же большой да ёлки-палки ну сейчас я умираю все до свидания хотя если знаете если поверить в себя бывает везение наступает да не хватает маны сколько сколько не качай прикинь не хватает слишком много пользуясь или кинезом это чё было сейчас такое что меня сейчас так надамаживает я даже узнать не хочу а кстати а кстати в летающем формате он мне вообще ничего не сделает это это интересно потому что он же стреляет с гранатомета и ему чтобы нанести мне урон надо в меня поп ах ты скотина ты просто ты просто мертв настолько сильно сейчас лети вон в нее сразу давай я думаю нам придется сделать это еще один раз минимум ну давай попадай смерть всем смерть ну моим будешь клок я должен по-вашему на это реагировать и вот как ну понимаете что если мы умрем типа там все это заново придется проходить вот абсолютно все немного мотивирует да чуть повнимательнее быть я тебя прошу просто просто умри да противники конечно шестого уровня типа потяжелее уже это прям это прям проблема они просто долго живут потому что урон тут наносят все примерно один и тот же но реально время жизни у них увеличивается в 15 миллиардов раз успокоились все да что ты будешь успак вы заканчиваетесь вообще все нет маны не могу уворачиваться ничего делать это маразм это нет это маразм я не верю что такое может быть это вообще короче не сразу приходит но тот факт что у ворот жрет ману ману это немного мне кажется нечестным потому что местами это настолько единственный способ типа не умереть что вот сейчас мы чуть не умерли например не из-за этого окей теперь нужно добраться до поляриз прям внутрь или подожди как до нее добраться то а ну да я был прав прям внутрь походу как и и все у нас и мы а а и и а в Субтитры сделал DimaTorzok Поляри защищала Джесси? Что? Не, не, это не может быть финалом Это в смысле, это не может быть финалом, подожди Секундочку Ну, разводочка хорошая, конечно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем-то, да, от того, чтобы Вот, не сойти с ума, нас, по-моему, защищала Полярис Так, проверить диск объявлений на наличие заданий Подставить почту Сканировать бланки Убрать чашки кофе Ох, это еще не все Ох, ё-моё, я понял Взять контроль Каков шанс, что мне не нужно слушаться этих дебильных приказов Кого я пропустил? Шелтер есть Странно... Все здесь странно Я продолжаю доставлять почту Взять контроль Как, мать её, взять контроль? Контроль, кстати Контроль над... Так, я понял Директор с офис Это не директор с офис Директор с офис Где офис-директор? Я не буду слушаться этой херни Мне в офис-директора Мне, 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 мне Мне на мою должность Можно? Да, я это и делаю Да в смысле занят Ах, тебе помоги Ну ты же на моей стороне Типа того Да просто открой эту сраную дверь Выбей её, блин Телекинезом Нет телекинеза здесь Смотри, Полярис Разрушилась И она И, получается, Джесси Стала подвластна Всему Здесь И она потеряла контроль Что, в общем-то Название игры И Судя по всему Я начинаю понимать Основной смысл и посыл Но нам точно надо Ничего Вот того, что я тут делаю Потому что я это буду Бесконечно Заниматься Это понятно уже Это троллинг Так Ничего мы Никого не знаем О О, доставить почту В офис директора Вот это я понимаю Заданница О, доставить почту О, доставить почту О, доставить почту Продолжать, что, забирать почту Одну и ту же Но это же действие делать Где я там забирал почту Мне надо не этим заниматься Просто для того, чтобы попасть В кабинет директора Нужно взять почту Я так понимаю Но почты больше нет Где он? Привет, как дела? Что я могу вообще, господи, здесь сделать? Где-то не появляется почта Пошли взад Не, ну и че И как пройти-то Не было, говорит Никакого контроля Да, конечно Не было контроля Открывай двери Не улавливаю, блин Мне нужно выполнить Определенное количество заданий Этих Для того, чтобы получить почту И для того, чтобы попасть внутрь К директору Или что? О! 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 Не знаю, как и оборудовательная директорка? Он не понимает Он ее расчет Открывает Она не оборудовала Что, как и выбор Сделать Она не может Абсолютно 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 Мы уничтожили Я должен действовать. Я не позволю их победить. Так как это произошло. Хис получил тrench first. Он включил проживание. Он позволил их входить. Я должен помнить. Хис... 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 Это все внутри моего головы. Хис... Я встал в здесь. Они взяты. Я не делаю это больше! Это нонсенс! Это остановится сейчас! Я буду бороться. Я не буду контролировать. Я не буду ждать, чтобы их отставить. Хе-хе-хе. Я не знаю. Я не буду. Я хочу встать. Я. 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 Я знаю, что я должен сделать. Она его убила. Я имею письма классифика для директора Федерального управления контролем. Я имею слезу новое. Педрен... ...и уже уйдет. Но это не была основа. Это был каталист. Вы понимаете? Вы должны идти к моему офису. Конец. Это будет обнаружено. Офис Тарлинга это... ...исполнительный отдел. Недалеко. Ну а теперь я летаю. Много летающих Джейси. Из директора... Это... Но... Есть что-то, что я чувствую, но я не знаю, что... Мотел — это место для... силы, для изменения. Место, чтобы проехать, связывая все. Это мечта в моем голове. Почему не надо меня взять, куда я хочу? Субтитры делал DimaTorzok Отлично. Отлично. Этого только не хватало, блин. И ключ в итоге... Откуда? Куда? Выход? Нахрен отсюда уходим. Нет? Казино? К Джессе. Этого. 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 Эдрон живет, но ты живешь, здесь, и мне. Может, Эдрон вы уехали в голове когда мы встретили ее. Может быть, ты всегда был там, и она просто пыталась научиться мне как-то прикрепить тебя. Может, я никогда не понимаю. Может быть, я не нужна. Тренч был первый, чтобы быть корруппирована с Хис. Легко, через годы. Его потребность для контроля только сделала это worse. Это Тренч был, который взял проектирован к Ностоплджетам. Он открыл двор к Хис. Так же, как это. С Эдрон dead, Хис пытался корруппировать меня, тоже. Но я сильнее, чем они. Мы сильнее. Они ждут. Они будут пытаться остановить нас. Ну, просто тупее ничего быть не могло. Я... Знаете, в чем заключается проблема? Если ты падаешь, то ты не можешь взлетать. То есть, если ты начал не с прыжка, то до свидания. Этого не было. Твою мать, ты сейчас серьезно? А куда... Ты что? Почему? Класс. Нельзя находиться низко. Хорошо. Из-за чего? Мне на что смотреть-то? Где низкая часть? Где нижняя часть, на которой нельзя быть? Что это за бред сейчас был? Здесь я могу быть? Спасибо. В принципе, странно работает немного это место. Жизнь. Я должен сломать постеры, которые она смотрит. Сделать линии ее, чтобы убить ее. Чтобы спасать ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В каком уровне? 30-го? В каком уровне тогда я? Какого-то ультимативного, судя по всему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему тогда не бесконечная мана? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я перестал, ну, в смысле, я типа пытался следить за нитью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попытки повествования, которая была в тех хат-сценах. И все, что я могу сказать, короче, все, что я могу, это догадки. Я могу просто догадываться до того, что тут на самом деле происходит, потому что пока что... Происходит какая-то очень... Ну, я убила просто что-то откуда-то, потому что я, ну, могу, наверное, контролировать все стороны у нас настолько активно. Так что да, просто-просто предположение. Как я понял, Полярис, на самом деле, это вот не то, что была эта сфера Гидон, но, на самом деле, Полярис, она была все время... Ну, сейчас так думает Джейси. И, скорее всего, это так. Полярис, это то, что сидело в Джейси все это время, и, на самом деле, они с ней вообще единое целое. И не нужны никакие приспособления для того, чтобы они могли каким-то образом взаимодействовать и существовать. Но при этом, когда уничтожилась эта штука... Эти твари попытались нас захватить, то есть взять нас под контроль, как они сделали это с Тренчем. Ну, мы убили Тренча в видении, и как будто мы его убили вот не только в видении просто, вы поняли, да, прикол? То есть как будто изначально в тот момент, когда мы пришли и увидели, что Тренч мертв, как будто бы вот я его и убил. Как будто бы Джейси нам как раз говорили, что типа ты червоточина во времени, и ты... То есть, возможно, Джейси была в будущем, убила Тренча, и из-за этого Джейси в прошлом это увидела, и оказалась там, где она оказалась, и это какой-то замкнутый круг, я вообще хрен пойми, просто ремоди, вы... Что употребляли-то, когда писали сценарий? В хорошем смысле. Это... Очень... Прикольно. Это непонятно. Это странно. Это... Это... Это поочень по-ремедевски. У Ремеди все всегда так именно сделано. Наверное, самый понятный сюжет из всех игр Ремеди это вот Макс Пейн и Квантом Брейк. То есть Квантом Брейк и в сюжете тоже все плюс-минус понятно. В Олоне Брейке тоже там подобная дичь. Будущее, настоящее, прошлое. Ломающая реальность. И время. Квантом Брейк ломает время, но с ним еще одно. Он... Он не такой проблемный. Здесь же просто что-то навертели. Невероятное. Мне кажется, вот контрол пока что на данный момент это прям вот... Максимальная стадия такой эпогей творчества Ремеди как... В плане сценария и визуала. Геймплейт, если так посмотреть, очень-очень-очень-очень многое берет от Квантом Брейка. В общем, посмотрим, чем это все сейчас закончится еще. Представьте, на самом деле это все действительно происходит у Джейси в голове. Просто потому что она, ну... сбежала откуда-то. До того, как прийти в это бюро. Это все окажется в своем собаке. Мне... Я что, слишком силен в этом мире? Это потому что я, блин... Забрал полностью свою... Свои полномочия как директора? Или что? Когда-нибудь до Дилана доберемся. Вот, а Дилан... Какую роль во всем этом играет? И им завладели... И он... И что он? И он является, типа, их проводником. Это вот единственная моя... Версия. И поэтому нам нужно остановить Дилана для того, чтобы остановить... Возможно. Тем временем добрались. Вот и Дилан. Именно. ДИЛИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИЛИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас сценка, может быть, но, в общем, поэтому советую досмотреть. Все титры я их оставлю. Это крутая игра. Не на десятку, но она имеет несколько свойств. Она просто бомбически красивая. Она очень сильно затягивающая. И ее лор, сюжет и повествование заставляют делать несколько вещей. Во-первых, они заставляют интересоваться всем этим процессом до какого-то момента. Потому что в какой-то момент, вы заметили, я перестал читать записки. Их было слишком до хрена. И вот этот способ передавать лор, атмосферу, вселенную через просто огромнейшее количество записок, это тупо, как по мне. Во всяком случае, в таком формате мне просто элементарно надоело их читать. Мне начало казаться, что я читаю слишком много, и я просто начал как-то, ну, скипать на этом время. Во-вторых, ты начинаешь думать. Ты просто, ты начинаешь думать, анализировать, там, что это. Потому что тебя, тебе не дают всю информацию. Тебе даже не дают сначала всю информацию, которую знает главная героиня. Ты получаешь ее порционно. И вот в процессе того, как ты получаешь эту информацию, ты начинаешь выдавать какие-то версии происходящего. И позже тебе, в общем-то, дают подтверждение или опровержение твоих версий. Поэтому что я могу сказать? Да, мне понравилась эта игра безумно. Я, в принципе, как, наверное, и в любую игру от Remedy, очень сильно от нее кайфанул. И мне безумно понравилось проходить сюжет. Побочные задания были тоже некоторые интересные. Некоторые не очень. Вот, но... В общем-то, как-то так. Я не знаю. Мы прошли ее далеко не на 100%. Там осталось достаточно большое количество контента. Но мне показалось, что вот сюжет... И, в принципе, да. Вот в играх от Remedy сюжет это всегда было какой-то главным ядром. Никогда дополнительные задания не были... У них никогда не было их вообще, по-моему, если я не ошибаюсь. И поэтому ничего, я думаю, мы особо не потеряли. В прокачке способностей так точно. Потому что прокачка способностей здесь, в этом формате, работает только как просто усиление уже того, что у нас и так есть. Вот. Насчет сюжета могу сказать, что он запутанный. Он в стиле Remedy. Он просто в стиле Remedy. И, возможно, вы поймете его на 100%, если очень сильно подумаете и очень сильно разберетесь во Вселенной. Но эта Вселенная определенно интересная. Эта Вселенная определенно интересная. Эта Вселенная определенно... имеет право на существование и полноценный разбор, естественно, будет в общем, боже, в отдельном видео вот, как-то так, мы с вами закончили контрол, не знаю, буду ли я возвращаться еще к авторгейму, если он здесь есть если его нету, то, ну, увы, скорее всего, на этом закончится моя знакомость с этой игрой вот, ну, а на этом я хочу с вами попрощаться, мы прошли контрол, нас с вами на этой неделе ждет еще очень много всего интересного и поэтому не отключайтесь, если вам понравилось это прохождение, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны ну и напишите, что вы думаете об этой игре, а я с вами прощаюсь, увидимся с вами в следующем прохождении, всем удачи и до новых встреч субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»